Отголоски Великой Отечественной войны Эхом откликаются в судьбах свидетелей тех событий. В Бердске активно развивается общественная организация Эхо. В нее входит более 200 пожилых берчан. Подробно о том, чем занимается коллектив, смотрите в сюжете моих коллег. Голод, разруха, холод выпало на детство тех, кому в годы Великой Отечественной войны не было и десяти. Многие из них говорят, что детство не видели, точнее его не помнят. А если и помнят, то не совсем в разноцветных красках. Мы выросли без отца, погибли. Мы, дети, не видели ласки отцовской. В начале 2000-х в Бердске было организовано общество детей войны Эхо. И сразу началась активная деятельность. Стали собираться на посиделки, вспоминать о тяжелой безотцовской жизни, о годах войны. А еще вместе отмечать юбилеи, ходить на выставки, в музеи, на концерты, в кино. Мы собираемся всегда 22 ноября, дети белых журавлей, когда это областное мероприятие, нас приглашают. Мы в Новосибирске, все организации области собираются и мы отмечаем День памяти погибших воинов. Собираемся накануне Дня Победы, участвуем в мероприятиях, возлагаем цветы по определенным датам. В прошлом году работу общественной организации приостановила пандемия. Прекратились встречи со школьниками. Праздничные мероприятия теперь проходят в онлайн формате. Живого общения, утверждают участники Эхо, им все же не хватает. Я думаю, что сейчас пройдет вот этот канитель с короной, и мы будем выезжать куда-то на источник. Хочу я их свозить летом. Жизнь кипит, да, у вас? А? Вообще жизнь кипит, да, в общей жизни? Жизнь, она еще пока не кипит, может быть. Ну, закипает. Закипает, начинаем мы уже шевелиться. Они такие довольные, когда сходим куда-нибудь или соберемся. Они довольны все. К сожалению, в силу своего возраста некоторые участники организации Эхо уже не в силах прийти на совместные мероприятия. Но минуты на добрые слова для таких берчан у руководителя Эхо всегда найдутся. По телефону мы обзвон делаем. Вот позвонили, например, кто-то не может уже выйти. Вот они сюда приходят за газетками хотя бы, а кто-то не может прийти. Вот когда я им звоню, мы разговариваем с ними. Они высказывают всю свою боль, все свои болячки рассказывают. Ну, как всегда, когда встретятся, так и мне по телефону. И когда я им песенку спою еще в день рождения, возьму и поздравлю их песни. Как утверждают участники Эхо, для каждого из них важно общение, беседы по душам. Но все-таки главное, что их объединяет – страницы воспоминания о страшной войне, которые, как они надеются, никогда больше не повторятся. Продолжение следует...